Здравствуйте, дорогие друзья! В студии прямого эфира Ирина Пономарёва. Сегодня в рубрике «Чей я цветок» продолжим знакомство с ребятами, которые ждут маму и папу. Быть может, вы как раз думаете о том, чтобы усыновить ребёнка, и наш сегодняшний герой вам понравится. А в рубрике «Не формат» будем настраиваться на рождественский лад. Посмотрим, какие интересные акции можно проводить в святочные дни для тех, кто пока не дошёл до храма. Как поделиться радостью Рождества Христова. И мы продолжаем наш рассказ о детях, которые уже не маленькие, а потому имеют меньше шансов на усыновление, но всё же мечтают о родителях. Хотелось бы отметить, что чем старше ребёнок, тем, с одной стороны, сложнее ему измениться, а с другой стороны, тем меньше будет неожиданностей. Ведь уже понятно, как идёт его развитие, какие у него склонности. Сегодня мы познакомимся с мальчиком, который уже приближается к переходному возрасту. Сначала скажи, как тебя зовут и сколько тебе лет? Я Кирилл, мне 11 лет. Чем ты любишь заниматься? Я люблю читать и играть в настольные игры. Какие книги любишь? Ну, разные. Ну, последние, которые читал? Ну, последнюю, ну, я читал последнюю книгу «Приключения Робина Зона Круза» и про шахматы, литературу шахматную читал. Ты случишься сейчас играть в шахматы? Да, по самоучебнику. Кирилл сразу же сразил своей серьёзностью и любознательностью. Обычно в таком возрасте мальчишки любят подвижные игры и мастерские, тратят время впустую. А наш сегодняшний герой не теряет ни минуты, самостоятельно осваивает сложные занятия, много читает. Нет, конечно, двигаться он тоже любит, ему нравится баскетбол, волейбол, но всё-таки главное, что его притягивает, это книги. Он говорит, что посвящает этому всё свободное время. Ты любишь в школу ходить? Да. Какие любимые предметы? Математика. А нелюбимые? Нелюбимые. Нет таких. Все нравятся? Ну да. Тебе легко учиться? Ну да. Всё получается? Да. Все пятёрки? Не. Какие оценки вообще? Ну, пятёрки, четвёрки. Тройки бывают? Тройки, да, но очень-очень редко. Все ответы по делу чёткие, ничего лишнего. Видно, что Кирилл ответственно относится к словам, и на него можно положиться. Вообще он любит доводить дело до конца. Сегодня разговаривала с учителем, его хвалят. Он старательно выполняет все задания и действительно мотивированно учится. Вот пятёрки приносит из школы. Старается все задания выполнить качественно. Если сам садится делать домашние задания, да, безо всяких напоминаний. Вот если какие-то ошибки допускает, то всегда, всегда понимает объяснение или какую-то критику небольшую. Всё воспринимает совершенно нормально и адекватно. У Кирилла есть отличное качество, которого так не хватает даже многим взрослым людям – умение организовать себя. А ещё любовь к порядку и послушанию. А бывает, что тебе нападёт лень и не хочется ничего делать? Да. Когда я всё равно её побеждаю. Ты уже знаешь, кем ты хочешь стать? А вообще какие профессии тебе кажутся хорошими? Почталён, дрессировщик военный и ещё повар. Кирилл не стремится много общаться, но в то же время отношения с ребятами у него хорошие, и он всех считает своими друзьями. Немножко замкнутый он, ребёнок. Поэтому не скажу, что со всеми ребятами он легко находит общий язык, потому что ребята, они не всегда настроены на что-то доброе и тёплое. Но конфликтов у него с ребятами нет. Если какие-то ребята не хотят с ним общаться, он просто уходит в сторону без конфликтов, без драк. Но ребята доброжелательно к нему относятся. Они видят, что с его стороны нет никакого зла по отношению к ним. Поэтому у него хорошее, ровное отношение со всеми ребятами. Не проказничать ничего? Нет, у него нет желания делать какие-то вещи, пакости, как, может быть, некоторые ребята к этому настроены. У него нет этого настроя. Поэтому я и говорю, что этот человечек светлый. Вот светлый, просто человечек, от которого исходит вот эта теплота, свет. Мне он очень симпатичен. Вот говоришь, что у тебя есть друзья. А что такое для тебя друг? Друг – это человек, который всегда помогает в чем-то. С ним нужно откровенничать и общаться. С ним не скучно, он никогда не вбросит в беде. Ты сам помогаешь своим друзьям? Да. У него сердце доброе. Сердце доброе. И есть какой-то внутренний стержень, который помогает ему в жизни выбирать правильный путь, путь добра. Очень бы хотелось видеть его счастливым, довольным, потому что он в своей жизни выбирает добро и много делает хорошего. Мальчик неоднократно бывал в храме. Он с удовольствием читает Библию, причем воспринимает ее как руководство в жизни. Библию мы читаем с ребятами по воскресеньям. И ведет он себя… Он вдумчиво этим занимается. То есть видно, что ему это и нравится, и он хочет познать глубину того, что ему говорится, а не просто поверхностно что-то прочитать. Когда проходит некоторое время, и мы начинаем вспоминать истории, которые читали какое-то время назад, он вспоминает все практически до мельчайших подробностей, и вспоминает те духовные уроки, которым учит нас Библия. То есть он их помнит, значит, они в его сердце. Я просто так возьму, и какая-то любая история попадется в такую возьму. Перенос ковчег в Иерусалим. Давид прислал к себе израильтян, чтобы вместе с ними перенести ковчег в Господень. В Иерусалим ковчег поставили на колесницу и отправились в путь. Давид и весь народ восхвалили Бога пением, плясками и игрой на музыкальных инструментах. Так процессия двигалась в город Давидов. Ты уже читал про заповеди? Про заповеди? Да, я немного читал. Запомнил, какие заповеди есть? Да. Скажешь. Несколько запомнил, уважай своих родителей, люби ближнего и Бога. Ты понимаешь, что это значит? Просто хорошо к нему относиться, не вредничать перед ним. Любить ближнего, а это как? Это просто хорошо относиться к другим, уважать их, прислушиваться к их советам. Некоторые люди не соблюдают эти советы, эти заповеди. Как ты думаешь, почему так происходит? Почему люди делают злые поступки? Потому что они не читали никогда Библию. То есть, когда ты читаешь, тебе хочется делать то, что ты написал? Угу. Вот так вот Кирилл запомнил сразу самое главное – про любовь к Богу и к ближнему. И так здорово, что для него это не пустые слова, что он понимает, как они относятся к его жизни. Но, конечно же, очень важно, чтобы рядом с ним были взрослые люди, которые поддержат этот его интерес к духовному. А еще ему очень нужны те, кто развивал бы его эмоционально, кто делился бы с ним своей радостью, любовью и заботой. Да, Кирюша непременно освоит какую-нибудь профессию и будет разносторонним человеком, и у него будут неплохие отношения с окружающими. Но ведь так важно уметь любить, уметь общаться, иметь рядом авторитетного человека, который поможет устоять в добре. А научиться этому лучше всего можно в семье. Про некоторых людей говорят – ну, это не подарок. А вот про Кирилла можно сказать – это настоящий подарок. Если вам хотелось бы стать для него мамой и папой, звоните по телефону 8-343-262-08-68. Скоро Рождество, и для мальчика лучшим подарком было бы не что-то материальное – игрушки, сладости или даже книжки, а любовь мамы и папы. И вот праздник Рождества Христова – это о чем вообще праздник, ты знаешь? Это, да, я знаю. Это праздник про рождение Иисуса Христа. Почему это праздник? Ну, просто праздник ведь. Родился и родился. Ну, ведь и Божий Сын. Как ты думаешь, Бог Он какой? Он добрый, справедливый, могучий. Вот такой человек Кирилл. Интересный и очень цельный. Если вас он тоже заинтересовал, вы можете еще раз посмотреть нашу программу на сайте tv-soyuz.ru. На страничке передачи есть раздел «Союз онлайн», и там выкладываются программы, уже вышедшие в эфир. Вскоре появится и сегодняшний выпуск. Ну, а сейчас мы переходим к следующей рубрике «Неформат». До Рождества Христова осталось две недели, и в храмах уже вовсю разучивают рождественские калятки. Радостные песнопения, которые принято исполнять на праздничных мероприятиях в рождественские дни. Их поют и дети, и взрослые. Но кто их услышит? Те, кто ходит в храм. А как же те, кто до него еще не дошел? Чтобы поделиться радостью со всеми без исключения, можно провести рождественский флешмоб. Как это бывает, увидим в любительском сюжете из Мурома. Добрый вечер, боги, пани, господа, радуйся, ой, радуйся, земле, сын ваших, народ и сад. Добрый вечер, боги, пани, господа, радуйся, ой, радуйся, земле, сын ваших, народ и сад. Добрый вечер, боги, пани, господа, радуйся, ой, радуйся, земле, сын ваших, народ и сад. Добрый вечер, боги, пани, господа, радуйся, ой, радуйся, земле, сын ваших, народ и сад. Добрый вечер, боги, пани, господа, радуйся, ой, радуйся, земле, сын ваших, народ и сад. Добрый вечер, боги, пани, господа, радуйся, ой, радуйся, земле, сын ваших, народ и сад. Добрый вечер, боги, пани, господа, радуйся, ой, радуйся, земле, сын ваших, народ и сад. Добрый вечер, боги, пани, господа, радуйся, ой, радуйся, земле, сын ваших, народ и сад. Добрый вечер, боги, пани, господа, радуйся, ой, радуйся, ой, радуйся, ой, радуйся, ой, радуйся, ой, радуйся, ой. Увечная идея проводить такие флешмобы. Но, конечно же, все это происходит по согласованию с администрацией торговых центров. И сюрпризом является не для руководства, а для покупателей. Поэтому мы и решили поднять эту тему заранее, чтобы вы еще успели договориться с заведениями, в которых вам хотелось бы провести подобную акцию. Пусть к празднику Рождества Христова приобщится больше людей. Субтитры создавал DimaTorzok